22-я международная выставка СМИ в Беларуси откроется сегодня в Минске. Тысяча квадратных метров и более 400 медиа из Беларуси, России, Украины, Польши, Китая и других стран. Печатные и аудиовизуальные СМИ, интернет-ресурсы, информагентства и издательства. Экспозиция отражает весь спектр современного информационного пространства. Насыщенная программа включает презентации, автограф-сессии, мастер-классы. Ряд из них будет посвящен Году Малой Родины. Новинка «День региональной прессы» он пройдет 4 мая. По традиции на выставке вручат награды победителям конкурса «Золотая литера». Трудовой семестр начался в Беларуси. На площади государственного флага в Минске собрались студотряды и активисты движения. Молодым людям вручили путевки в рабочее лето. Они будут трудиться в строительных, медицинских и педагогических отрядах. Причем не только в Беларуси, но и за рубежом. В России и Польше, а в перспективе в Казахстане и Молдове. В этом году белорусским студенческим отрядом 55 символично с таким же количеством яблонь появился сад на линии Сталина. Сегодня состоится вторая индивидуальная репетиция Беларуси на Евровидении. Наш участник Алексеев сможет несколько раз исполнить конкурсную песню и обсудить номер со съемочной группой. Напомним, Беларуси достался восьмой номер в первом полуфинале, который пройдет 8 мая. Всего в конкурсе принимают участие 43 страны. Отметим, Португалия проводит песенный форум «Впервые», слоган нынешнего Евровидения «Все на борт». Если в прошлом году впервые вести конкурс было доверено исключительно мужчинам, на этот раз ведущими станут 4 девушки.